Доброго дня всем подписчикам канала Агробук! Сегодня 28 февраля вы смотрите обзор главных новостей в сфере АПК. Сингенда остается в России, экспортная пошлина на масло растет, наказания за гибель диких животных могут ужесточить. Эти и другие новости расскажем подробнее. На юге России стартовали весенние полевые работы. И если верить Минсельхозу Дагестана, то именно эта республика первой приступила к севу яровых культур. На очереди Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье. Синоптики центра ФОБОС прогнозируют, что на юге, да и в целом по стране, в марте волны тепла будут сменяться холодной погодой. И мы в Ростовской области это уже успели почувствовать. В понедельник 27 февраля неожиданно наступила весна. Днем температура доходила до плюс 19 градусов. А в Краснодаре и вовсе был установлен суточный рекорд – плюс 23. Но обольщаться не стоит. К середине недели столбик термометра опустится на 8-10 градусов. А после 8 марта на юге и вовсе обещают заморозки. Температурные качели, объясняют в центре ФОБОС, вызваны атлантическими циклонами, которые, проходя по территории России, приносят то тепло, то холод. Нестабильная погода уже сдвинула пассивную на юге на более поздние сроки. Теперь агрономы опасаются, как бы яровой клин не попал впоследствии в летнюю засуху. Куда перенаправить яровой клин и как лучше провести пассивную? Эти вопросы мы будем обсуждать 1 марта на выставке Интераграммаж. Присоединяйтесь, чтобы участвовать очно и смотрите видеоотчет впоследствии на нашем канале. Впрочем, какими бы ни были условия ярового сева, принимайте их с благодарностью. И помните о том, что в этом году не у всех хозяйств вообще есть возможность выйти в поля. В Белгородской области, по сообщению замгубернатора Юлии Щедриной, 26 сельхозпредприятий не смогут вести полевые работы в приграничной зоне. По ее словам, власти региона предлагают аграриям сменить место ведения бизнеса или, например, имея парк техники, пойти в качестве наемных работников в крупные агрохолдинги. Для других сельхозпредприятий, осуществляющих деятельность в приграничной зоне, возможность безопасного проведения весеннеполевых работ будет определяться Советом безопасности районов и военнослужащими. Юлия Щедрина уточнила, что хозяйства в приграничной зоне были обеспечены средствами защиты. Это бронежилеты, каски и те необходимые средства, чтобы выполнить полевые работы в сроки и безопасно, подчеркнула замгубернатора. По информации Минсельхоза Белгородской области, в 2022 году 50 хозяйствующих субъектов представили документы об ущербе из-за обстрелов. Посевы были повреждены на площади свыше 18 тысяч гектаров. Ущерб составил 522 миллиона рублей. Сообщается, что размеры ущерба белгородских аграриев задокументированы и направлены в Федеральный центр для принятия решения о компенсации. Сегодня наш выпуск выходит при поддержке семеноводческого хозяйства ООО имени Кирова из Песченокопского района Ростовской области. Имени Кирова предлагает аграриям приобрести элитные семена ярового ячменя сортов богатырь и магнит, горох, слован, лен масличный в нимк 620 и люцерну багира. Цены и условия уточняйте по телефону, который вы видите на экране. У нас представлены два сорта магнит и богатырь. Сорта хорошие, они устойчивы к полиганию, что очень важно для ячменя. Успалевая устойчивость хорошая у них к листовым заболеваниям. Сорта отличаются тем, что магнит это двухрядный сорт, богатырь это многорядный сорт ячменя. То есть тут как бы уже для каждого предпочтения свое. Сорта современные, селекция Краснодарская МЦЗ имени Лукьяненко. Они заскоустойчивые и в нашей зоне возделывания спокойно до 5 тонн урожайность можем получать и больше. Горох у нас чешской селекции, сорт Слован. Больше 10 лет мы его возделываем уже у себя в хозяйстве. Понравился нам сорт, тоже устойчив к полиганию, относительно невысокий и дает максимальную урожайность. То есть мы получали и 45, и 47 центнеров. До 50 центнеров хороший и благоприятный год получали. Сингента продолжит поставки семян на российский рынок. Отгрузки семян подсолнечника уже возобновились. Об этом сообщил российской газете директор по продажам компании Сингента Анатолий Алтухов. По его словам, письма, которые были разосланы аграрем в начале февраля, были истолкованы совсем не так, как предполагали в компании. Сингента продолжает поставки, цены на семена остаются прежними, отметил Анатолий Алтухов. Он подчеркнул, что компания никогда не рассматривала возможность сокращения бизнеса или ухода из России. Сейчас она ввозит родительские линии и через несколько лет намерена обеспечивать за счет местного производства 80% объема поставок семян. Алтухов заметил, что квота на импорт семян в Россию скажется на рынке, но компания готова продолжать работу и в этих условиях. Мировые цены на пшеницу продолжают снижаться. На бирже Чикаго на прошлой неделе и вовсе произошел обвал, вызванный прогнозами аналитиков Минсельхоза США, которые заявили, что пассивная площадь в Соединенных Штатах под пшеницей вырастет на 8%, до 20 миллионов гектаров. Это максимум за последние 7 лет. Нисходящий тренд был характерен и для европейской пшеницы. На бирже «Мотив» майские и июньские котировки мукомольной пшеницы снизились до 295 долларов за тонну. Переводя на наши деньги, это около 22 тысяч рублей. Текущая цена на российскую пшеницу на базисе ФОП «Черное море» в течение февраля опустилась с 307 до 302 долларов за тонну. Такие данные приводит Московская биржа на основании внебиржевых заключенных контрактов. На базисе СПТ глубоководные порты пшеница с протеином 12,5% стоит 14 570 рублей за тонну. На мелководье – 12 400 рублей за тонну. В регионах цены на пшеницу значительно ниже. Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов признал, что большой урожай зерна в республике – более 5 миллионов тонн – вызвал проблему сбыта. Себестоимость производства килограмма зерна составляет 9 рублей, а продают его по 8. Министр отметил, что помочь могли бы только экспорт и продажа зерна в другие регионы. Правда, и там цены не намного выше. В результате введения экспортных пошлин – их размер на будущую неделю вы видите на экране – в России фактически было установлено государственное регулирование цен на зерно. С 1 марта пошлина экспорт подсолнечного масла перестанет быть нулевой. Размер сбора составит 2068 рублей за тонну. В течение пяти предыдущих месяцев пошлину на растительное масло не взимали. Но и сейчас она, прямо скажем, выходит невеликой по сравнению с теми суммами, что были в сентябре и августе. Правда, тогда индикативная цена на масло тоже была на 400 долларов выше. Свыше 1500 долларов за тонну против нынешних 1149 долларов за тонну. Согласно информации Савэкона, за прошлой неделе цена на подсолнечное масло опустилась до 1120 долларов за тонну. Спрос со стороны переработчиков ослаб, и некоторые из них начали опускать закупочные цены. Новые волны роста цен на подсолнечник в Савэконе не ожидают из-за рекордных запасов. В Икаре отмечают, что экспортная цена на подсолнечное масло в течение февраля опускалась с 1100 долларов за тонну до 1010 долларов за тонну. Информационно-аналитическое агентство Алиоскоп в свою очередь сообщило, что в феврале цены на подсолнечник в России находились на самом высоком уровне вообще с начала сезона. Дороже всего семечка стоила в Центральном федеральном округе свыше 33 тысяч рублей за тонну. В ЮФО и СКФО 32 тысячи 300 рублей за тонну. В Поволжье цена была 30 тысяч 200 рублей за тонну. Теперь же аналитики ждут сезона распродажи. Сошлись воедино и рекордные запасы, и падение мировых цен на масло, и появившаяся пошлина. От кардинального падения, однако, цены удержат ослабление рубля и конкуренция среди переработчиков. Переработчики, кстати, не перестают наращивать производственные мощности. На прошлой неделе, например, стало известно, что Юг Руси приобрел в Краснодарском крае Павловский элеватор, который может хранить более 80 тысяч тонн сельхозпродукции. Ну а вообще, если оценивать в масштабах всей страны, то в горизонте ближайших 4-5 лет прирост мощности по переработке масличных составит от 3,5 до 6 миллионов тонн по отношению к уровню переработки в 2022 году. Такие вот подсчеты провел Институт конъюнктуры аграрного рынка. Кстати, по замечанию гендиректора Икары Дмитрия Рылько, растущие объемы переработки требуют увеличить площадь под масличными где-то на 1-2 миллиона гектаров. Но речь идет, конечно, обо всех масличных, не только о подсолнечнике. Сплошное разбрасывание родентицидов сыграло против сельхозпроизводителей. В Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике предложили усилить административную ответственность за нарушение регламентов использования пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, в Комитете также предложили дать Россельхознадзору полномочия по предотвращению оборота запрещенных веществ в сельском хозяйстве. Применить жесткие меры реагирования в отношении сельхозпроизводителей, по вине которых погибли звери и птицы, потребовал и губернатор Ставропольского края. Подобные факты не должны оставаться безнаказанными, подчеркнул Владимир Владимиров. Тем временем северо-кавказский филиал Россельхозцентра предупредил аграриев, что теплая малоснежная погода была благоприятна для жизнедеятельности мышевидных грузунов. Они не впадают в спячку и потому вредят круглый год. Нужно бороться с ними и весной. Экономический порог вредоносности мышей начинается от 50 жилых нор на гектар. Но в Национальном центре зерна имени Лукьяненко советуют не дожидаться ЭПВ на семенных посевах и проводить обработки с интервалом 10-14 дней, раскладывая приманку вручную. Поскольку мыши заселяют поля неравномерно, этот способ будет более эффективным. При температуре свыше 10 градусов тепла также рекомендуют давать отравленную приманку на основе сочной или влажной пищи. Еще одна новость по теме экологии. Во Франции Национальное агентство по гигиене пищевых продуктов окружающей среды и труда инициировало процедуру отзыва с рынка S-метолохлора. Это распространенное действующее вещество для почвенных гербицидов. Ученые в течение нескольких дней изучали влияние S-метолохлора на экологию и выяснили, что химические производные этого гербицида остаются в подземных водах, являющихся источниками питьевой воды. Причем концентрации метаболитов превышают допустимые в ЕС пределы. В 2021 году 3,5 миллиона французов пили воду, не отвечающую требованиям из-за присутствия метаболитов метолохлора, отметили в организации. В европейской прессе предполагают, что инициатива французского агентства может привести к запрету гербицида на основе S-метолохлора. В России указанное действующее вещество содержится в препаратах HeavyMed, Dual Gold, Avantgard, Defiline, Camelot, Simba, Rangalidon и других. В водоохранных зонах использование этих препаратов сейчас запрещено. Площадь сельхозугодий в России выросла более чем на 5 тысяч гектаров. Именно такую площадь занимали свалки бытовых отходов, обнаруженные Россельхознадзором с 2017 года. И впоследствии эти свалки были ликвидированы. За пять лет ведомство выявило около 9800 незаконных мест складирования отходов. Из них почти 7 тысяч были устранены. В том числе в прошлом году было выявлено 2300 свалок на землях сельхозназначения. В лидерах по нарушениям оказались Татарстан, Башкортостан, Ростовская область, Ставропольский край, Иркутская, Астраханская область. Площадь мест захламления составила почти 2000 гектаров. Напомню, что в прошлом году наказания за незаконный выброс мусора были ужесточены. Штрафы для граждан составляют от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц от 30 до 50 тысяч рублей. Причем при повторном нарушении штрафы будут удваиваться. А если нарушение совершено с использованием транспортного средства, трактора или другой самоходной техники, то эта техника может быть конфискована. И последняя новость на сегодня. По-настоящему хорошая. Контакт с человеком делает молочных телят счастливее и здоровее. К такому выводу пришли ученые из Университета Флориды, изучившие поведение телят от рождения до семинедельного возраста. Исследование велось по всем правилам. 28 телят галштинской породы двух часов от роду были распределены на две контрольные группы и поставлены на содержание либо в индивидуальные, либо в парные клетки. В экспериментальной группе к телятам через 15 минут после кормления заходил человек, который в течение регламентированных 5 минут чесал теленка под шеей. Во время эксперимента велась непрерывная видеозапись. Телята, контактировавшие с людьми, практически перестали сосать или жевать предметы, находящиеся в клетке. То есть почти не демонстрировали признаки аномального поведения. Да и в дальнейшем вели себя более покладисто. Как повлияло почесывание телят на людей, которые принимали участие в исследовании, не уточняется. Предполагаем, что не менее благотворно. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что вы с нами. Ставьте лайк, делитесь своими новостями в комментариях и не забывайте почесать кого-нибудь за ухом.